Мы поговорим с вами о продвижении в инстаграм, но прежде хочу, чтобы вы поделились с этим видео, потом поделились трансляцией, буду вам благодарен и напишите мне в комментариях, сколько человек читает вас в инстаграме, сколько человек сегодня читает вас в инстаграме и сколько вы набираете лайков, вот давайте так, напишите, читает столько-то и лайков столько, ага, 600, 529, 1400, 540, 495, 130, 1300, 2300. 300 человек, еще, 500, 200, 200 лайков, 4200, 300 лайков, 2400 лайков, супер, вот 2400 лайков была хорошая активность, 1400 читает, 1300, 540, читает одна реклама, кого-то читает одна реклама, вот реально печально. Окей, ну, первое, смотрите, изначально, для того, чтобы смотреть, что я делал в инстаграме и вы могли все время наблюдать, я вам рекомендую подписаться на мой аккаунт, на мой аккаунт. Мой аккаунт это Олеся Тимофеев, вы можете меня найти. И дам несколько, смотрите, мы сейчас идем первым лицовый курс по инстаграм, инстаграм академия называется. Я дам несколько полезных рекомендаций именно по инстаграм продвижению. Что вы можете делать в инстаграме для того, чтобы вы могли продвигать себя эффективнее. Изначально важно понять, какая цель. Одна цель может быть чисто блогинг, тогда вы можете быстрее набирать лайки, но, возможно, вам будет сложнее монетизировать ваш аккаунт и продавать непосредственно там. Другая цель это иметь тематический профиль или сообщество, где главная задача сделать в итоге продажи. То есть, изначально нужно понимать, что это две разные стратегии, два разных подхода. Первый, больше заработок на рекламе, плюс, возможно, ваш блогинг перетечет в что-то более полезное. Второй, это у вас есть целевой аккаунт в инстаграм, например, вы собираетесь продавать матрасы. И вы, допустим, создаете, например, сообщество любителей сна. И пишете о сне, о чем-то еще. И в конце концов добавляете, добавляете теломатрасы иногда туда. То есть, нужно понять, реально, главное, вот смотрите, от этого много зависит. Потому что создать от фонаря аккаунт, если вы не понимаете, зачем вам это нужно, что вы собираетесь сделать, вы можете как-то это продвигать, но результат будет крайне минимальным. Это первая штука. Второе. Важно понять, если, например, ваша цель это... Давайте так, я там три рекомендации там и три рекомендации там. Первое. Если цель собрать просто большую аудиторию, 30, 50, 100 тысяч, 20 тысяч. У меня в друзьях есть много блогеров, людей, которых там сотни тысяч людей читают в Инстаграме. И что, значит, какой формат, что они делают. Три рекомендации, три простых вещи. На самом деле их больше. Я дам три. Первое. У них есть такая тема, которая называется... Я не помню, как она называется, но, короче, они собираются... Вам нужно, чтобы у вас был какой-то круг людей примерно с одной аудиторией. Например, у вас 5 тысяч человек. Вы собираетесь с людьми, у которых 5 тысяч человек. И вы на пару часов делаете друг другу такие инфо-впрыски. То есть, например, вы просто меняетесь публикациями ссылка на человека на пару часов, потом и удаляете. То есть вы ее рекомендуете. Это один способ. Другой способ. Где взять такую аудиторию? Сначала вы подключаете всех, кто знает вообще всех-всех-всех. Все ваши друзья и еще кто-то. Это будет пару сотен человек. В дальнейшем вы можете, например, купить первичную рекламу в каких-то популярных сообществах. В пабликах. На старте, на старте хорошо работает масс-фоллвинг. SFS, да, правильно? Спасибо тебе. На старте хорошо работает масс-фоллвинг. То есть вы можете разогнать, клеить подписок на вас до пару тысяч. Потом отписаться от всех. И в дальнейшем нужно уже переходить на органическую аудиторию. У вас будет 50-100, может, по 200 лайков, смотря какая у вас целевая аудитория. И снова же таки, ну, то есть смотря какой контент вы показываете. Если вы показываете там сиськи, у вас будет больше людей смотреть. Но больше людей, менее целевой. Если просто у вас какой-то лайфстайл, меньше людей. Но другая категория непосредственно. Поэтому это первое. Значит, вы делаете первый масс-фоллвинг. Второе. Второе. Вы делаете эти SFS, да, такие инфообмены между инстаграммерами. Третье. Третья важная штука. Создавайте реально прикольный контент. Прикольный контент. И, конечно же, используйте все там возможные манипуляции. Там, где вы ставите хэштеги, попадаете в топ-9. Вы ставите геолокации, попадаете в топ-9. Вы и, в принципе, создаете интересный контент, который людям нравится, им делится. Вы пробуете, может быть, знать, что? Пусть о вас напишет кто-то популярный. Возможно, за это стоит заплатить. Может, какой-то инстаграм селебрити, может, кто-то еще. Вас пропиарит. То есть, есть смысл сделать... Если вы можете вложить пару тысяч долларов в продвижение, чтобы получить несколько десятков тысяч человек, которые сейчас от вас, я бы это сделал. Потому что потом они вполне реально... То есть, в скором времени они укупаются. Не сразу, но в скором времени. Так, давайте я заблокирую оленей разных. Это первое. Работа ли реальная раскрутка подписчиков, что другие инстаграммеры обещают? Смотря какая. Смотря какая. Поэтому, может, не работать. Скажите мой ник. Мой ник Олесь Тимофеев. Олесь Тимофеев. Второй способ, если собираетесь продавать инстаграм, это для каких-то целевых задач. Например, продавать те же матрасы. Продавать матрасы. Что вы делаете первое? Массфолдинг может на первом направлении сработать. Второе. Платная реклама. Хорошо работает платная реклама. Продаете продукт напрямую. Но если ваш инстаграм аккаунт подвязан, ваш бизнес аккаунт в инстаграме подвязан под вашу рекламу, получайте бесплатные подписки от инстаграма дополнительно, когда люди переходят на вашу рекламу. И третье. Также реклама о популярных сообществах. Обмены здесь не будут работать. Обмены не будут работать. Но сообщества будут вам хорошо давать хороший трафик. Это базовые рекомендации. Можно делать больше всего. Можно делать, например, инсталендинги. Я вам дал основу. То есть основу главное понять. Дальше вы уже что-то сможете добавлять нового в ваше продвижение. Если вам полезно, кликайте лайк. Кликайте сердечки много раз по экрану. Мне приятно с вами общаться. Буду стараться чаще быть на связи. Если вам было ценно, дайте знать. Олесь, в Москве будешь тренинг проводить лично? Какой тренинг? Мы проводили там уже встречу? Ладно, ребятки. Ну все. Спасибо всем. Какое время делать посты? Завтра ты по идее узнаешь на интенсиве, если не ошибаюсь. Новый будет интенсива. Да. На Москве планируется на ноябрь. На ноябрь. Ну вот так получается. Поэтому в ноябре. В ноябре у нас планируется непосредственно встреча. Ладно. Все, ребят. Всем большое спасибо. Хорошего всем вечера. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok